пересек границу украины что за мне в рекомендации 110 тысяч просмотров вата фак в этом видео вы узнаете как я пересек границу украину это видео в ознакомительных целях не рекомендую так делать это просто история почему я так сделал почему я ушел из украины и я долго воевал на войне полтора года где-то на передовой потом по маме я уволился мама у меня с инвалидностью решил я собственно поехать за границу навестить семью увидится с семьей но естественно границы закрыты меня вроде как не должны пустить но я тем не менее взял документы все на маму по инвалидности маму с собой я не брал и купил билет в румынию со своего города и собственно взял определенные вещи и поехал поскольку я воевал я с трудом выжил на войне но слава богу выжил поэтому я решил съездить к семье на службе у меня было все нормально отношения хорошие ко мне относились с уважением все везде помогали все выплаты мне дали за месяц меня уволили там нормально отнеслись все я под я все правильно сделал посоветовался с адвокатом так что на службу я не жалуюсь у нас командиры были отличные вообще отношение моего к народу украины отличные к властям тоже единственное что меня задело это закрытие границ то есть ну никто не может ограничивать мое право увидеться с моей семьей но это как бы я считаю неправильно вот это меня очень сильно возмутило ну и что я собрал вещи значит поехал я на автобусе через одессу пункт пропуска не помню название ну с румынии вообще да могли бы давать возможность хотя бы тем кто отслужил какое-то какое-то время какой-то срок с нас есть за границу там тем же родным если пока смотреть вниз от одессы там пункт пропуска с румынии значит доехал я туда на пункте пропуска мне посмотрели что документы да есть на маму но мама нету с собой и сказали мне взять маму тогда они только пропустят меня ну естественно шоу больную маму которая лежачая моя я тащить не собираюсь а чтобы меня вот это старое видео сейчас бы вряд ли что-то хорошее про власть сказал да нет месяца назад а нет показалось пустили чтобы я увиделся со своей семьей и потом мне назад с больной мамой как бы ехать на меня это очень сильно возмутило я короче психанул психанул значит вернулся в одессе у меня так друг в канаду слетал в одессе там агент очень много было этих цикарников полиции если в чате ущемлять у хилянтов да никто мне никого не ущемляет а вообще как-то я им старался обходить их переночевал там гостиницы какой-то взял билеты 8 в город че и мне надо было целый день ждать там неплохие неплохой лагерь для бездомных сделан возле автовокзала я пошел туда там целый день находился принципе лагерь классный отношения хорошие там могут и покормить волонтеры и папа и чайка там дать что-то такое подзарядить по варбанке можно хороший лагерек там две палатки белых стоит в общем вечером я на вокзал прихожу смотрю там принципе никого нет цикарников никаких ничего я сел на поезд и поехал город чем приехал я значит за дом весь такой одет по граждански я был выхожу с вокзала там ты цикарники мне давай что-то говорить я в общем не обращал на них даже внимание не стал с ним даже говорить просто пошел прямо я был очень злой на тот момент и просто все документы принципе у меня есть у меня мама инвалид что я звильны все и даже если по это цикарники начали конкретно до меня приставать документы я мог показать но я не стал на них вообще обращать внимание я на тот момент был очень злой тем фактом что меня не пропустили моей семье то есть я семью два года не видел в общем я вышел пах побродил по городу че там нашел какого-то местного таксиста попросил его подвести поближе куда-нибудь и к границе по пути нам остановила нас полиция но полиция к нему приставала к таксисту за его на какое-то нарушение в общем по приставала к нему отпустила бы я сидел тихо до меня не трогали то что я принципе никакого отношения к нарушению таксиста не имел значит довез он не до какого-то там села я в это возле этого села был какой-то лес я запрыгнул в этот лес ну и начал самый так сказать пеший поход ну шо начнем что я с собой брал телефон два пауэрбанка компас взял так что рельми стрельби взял метров 30 многие говорили социальных сетях что есть какие-то ровы выкопанные против пеших туристов которые надо пересекать они глубокие там 5 на 5 метров на всякий случай взял веревку взял большой нож такой военный на случай если дикие звери чтоб я мог себя защитить относительно диких животных в лесу под елкой один раз лежал кабан но где-то там в яме лежал и хрюкал я от него прошел где-то метров 7 но я с ножом был очень злой поэтому я даже не стал на него обращать внимание просто прошел и он видно ему тоже пофиг было он чисто повозмущался что я там хожу на его территории спальник каремат взял значит аптечку с предметами первой нет теплую одежду взял наручные часы вот у меня были сейчас я покажу такие вот хорошая обувь военная форма взял чтоб я не был заметен значит документы взял свои и личные вещи ноутбук там еще что-то но и самое важное конечно химические стельки а я их разрываешь они 8 часов тебя греет взял где-то 4 пары химических стелек ну собственно и пошел пешком шел я через лес в течение целого дня вечером я вышел всего прошел середину села где-то и нашел заброшенный какой-то разрушенный дом вот короче ручеек набрал воды и попил вот нашел какой-то заброшенный домик сейчас здесь отдохну немного устал сильно без стекол без дверей просто какая-то заброшка я в нее короче зашел постелил каремат спальник и использовал как реально выживал как да иди вот эта игра которая пара химических стелек значит одну пару я положил в ноги одну подгруз сюда и принципе вот так в спальнике я скрутился калачиком и так заснул было принципе тепло на улице тогда было ну около нуля где-то самую теплую одежду я делу ну конечно много одежды мне пришлось выкинуть своей теплой то что все это было лишний груз даже с ноутбука я снял аккумулятор и выкинул его ноутбук у меня без аккумулятора сейчас потому что все все это давало лишний вес оставил только самые необходимые вещи вот так я переночевал значит шоу относительно воды и еды еду я не брал воду тоже не брал но у меня была пустая бакула пластиковая в нее набирал снег потому что это зимой еще не залождаем таблетки обеззараживающие и как-то так вот пил она таяла если вы в лесу и забыли взять собой воду не беда хочу пить насобирал бакулашку снега сейчас обеззараживающие такие таблетки брошу когда он растает и можно пить потом находил я то местные речушки прямо с них пил даже не обеззараживая воду два дня уже не ел на тот момент когда даже ушки а воду пил всю шу находил потому что нести еду и воду или рюкзак и так был тяжелый и вообще пеший переход он требует хорошей физической подготовки рано утром еще темно было собрался вещи и погнал по этому село идти пешком дальше везде смотрел чтобы никто ко мне не приставал чтобы не было нигде каких-то тЦ кашников может они ездили может меня видели но я не знаю значит прошел и до конца этого села и опять заскочил в лес и пошел пешком значит как я вообще шел по лесу я шел в одной руке у меня всегда был компас во второй нож значит компас с компасом я сверялся каждые 20 метров буквально все время на него смотрел шел строго по направлению и где-то каждые 15-20 минут может каждый час когда надо было я включал телефон у меня был на самолете я включал навигацию включил навигацию посмотрел где я быстро навигацию выключил ну и как это пройти хорошо что есть компас я по нему иду вон юг вот так не по каким я дорог по компасу я даже не знал шел по густому лесу по непроходимым болотам по густым деревьям все это там горы перепады маленькие я заблудился некоторые бы речки побольше были в общем мне туда сейчас сел отдохнуть набрал водички попил поклажка течет оставлю ее лед свести так куда компа знали где север где юг я спроси у него тяжелая очень дорога непроходимые леса везде препятствия по вот этому всему короче чтоб меня просто не было видно значит никакого плана не никому я не платил чили пили планов я не строю план был один дойти примерно плюс-минус до границы и дальше пойти пешком шел шел целый день я шел разные дороги были значит и вверх и вниз ножом я помогал залазить на какие-то небольшие склоны залазил ну где-то были ровные участки идея просто ускорялся каждые там полчаса я отдыхал я просто падал где-то там в какой-то в кусты в какие-то рюкзак снимал и просто валялся минут десять отдыхал пил воду там такой лежал просто отдышевался концу дня я где-то подошел ближе уже границы я смотрю уже адреналин у меня начал бить уже подходил значит никакого рова слава богу не было телефон подзаряжать мне принципе не надо было то что он был на самолете за два дня в принципе почти уже разрядился но было нормально процентов 30 ты и подошел уже колючей проволоки на границе украины я не знал как ее перелезть какое-то бревно положил на эту колючую проволоку давали и никого на нашу атак ровно колючей какой-то забор и сетки который обид колючей проволоку значит метра два это все высотой я положил какой-то внизу бревно пытался перелезть начал перелазить она оказалась мягкой чуть чуть ниже стала когда колючая проволока я в общем бросил каремат через нее перебросил рюкзак потом разогнался и просто перепрыгнул ее кувырком потом схватил рюкзак и бегом же бежать ну собственно так вот так я вышел на территорию румынии и здесь уже начинается вторая часть все ребята я в румунии вот там украина за этими деревьями своей колючей проволокой чтобы люди не сбежали границы лучше охраняются чем фронт я могу это румуния все так а что там пограничники не привыкли раз жизни за границ охренеть ну взял прошел охренеть как раз так горы я такой лошаров военных и это ляться земля по пересечению границы шо вам главное уловить не надо никому там платить никакие деньги любой может сам пройти для этого достаточно лишь иметь компас и самое страшное это подъехать куда-нибудь к границе украины чтоб тебя просто не споймали тцкшники достаточно небольшой физической подготовки ну какой-то запас еды смотря где вы будете идти если через карпаты там конечно посложнее будет там может дней семь надо идти граница очень большая она не может охраняться очень тщательно под дроном украине отношусь хорошо к народу тоже к власти тоже но на границе не ну чё его не хотели выпускать что он семью хотел увидеть все человек не стерпел был где-то вдалеке слышал я несколько раз были дроны но я сразу в кусты куда-то прятался замирал и лежал минут десять короче не двигался никого погранцом не видел я значит когда шел по лесу там где старался следов не оставлять там где дороги были я их быстро пересекал один раз было такое что быстро перебежал дорогу отошел буквально метров сто зашел уже в губ и там проехала машина ну не знаю может то просто машина проехала может меня искали а может и не искали но вряд ли кто-то в хаще полезет искать одного какого-то пришибленного относительно румынии пересек я границу уже радостью меня там адреналин кровь кипит уже там я весь на эмоциях наконец-то первый раз за границей зашел какие-то кусты там переделся короче гражданку вышел на какое-то село давай в общем идти по этому селу местный начал ко мне что-то там говорить на румынском языке я ему говорю там do you speak English там вы знаете английский он говорит да да на английском я с местом чуть-чуть пообщался там попросил воды он мне там еды даже дал подвез там до ближайшего участка полиции ну участок полиции был там закрыт я пошел в супермаркет покупать еду потому что я голодный больше двух дней я не ел ничего я так просто перешел границу в магазин уже пошел типа блять встретили проводили заебись конечно никакие там эти всякие паспортные контроли не надо проходить оказывается вот так вот вообще взял в город уехал и никто даже не поймет что ты там как-то нелегально перешел и живи себе спокойно бля и все реально бля вот и шоу добрый человек отвез меня в центр здесь румынского какого-то городка их его на границе а дальше то что делать в общем здесь движ идет дальше то как? что дальше то? дальше то что? пообщался с ним немного хотя блять у него же паспорт украинский там без виз он же может спокойно наверное хотя нет не может там же должны были ему на границе печать поставить что он въехал в румынию блять дальше то что делать? ни хера не понимаю он меня так ну так более-менее по базовым словам все поняли ну сейчас покушаю пойду зайду в какой-то магазик а потом пойду сдаваться в полицию сдаваться? на холодный желудок не хочу идти сел возле полицейского участка и как раз полиция подъехала полиция меня там подъехала давай там обыскивать говорят что типа на английском я с ними давай общаться они давай говорят что у меня джавелин там в рюкзаке я говорю то нету там говорю джавелина типа посмотрите там показал им завели мне участок я им там дал документы показал весь рюкзак потом меня другой участок отвели там тоже обшмонали короче тщательно все расспросили там внесли в базу данных в общем вся эта катавася длилась часов шесть закончили мы где-то в час ночи вот тебе бумажка типа и можешь ехать дальше куда там тебе надо ну а мне надо было в другую страну отпустили говорят вот тебе на карте лагерь беженцев иди туда ну я естественно я рады там все спасибо говорю там и пошел лагерь беженцев в общем прихожу в лагерь беженцев а я до него не дошел метров сто там какое-то кафе было с большим зданием двухэтажным я подумал что это лагерь беженцев в общем зашел уже час ночи примерно а то никого нет короче думаю зайду вовнутрь может там все спят там беженца примут зашел вовнутрь никого нет тоже там какой-то на втором этаже диван нашел я вообще на него сел думаю ну посплю короче посплю здесь лег спать ебану как в игре реально разошел в какой-то дом поднялся никого нет думаю что за хуйня пойду посплю на диване блять отрегенил хп пошел дальше блять просыпаюсь я в 6 в 6 утра опять никого нет в этом охуеть просто дом блять в котором никого нет при этом горит свет круглые сутки кафе нигде никого не человека я короче вышел в общем сел сижу до стола адрес дома можно я б туда тоже пришел там жить все равно никого нет какую-то там на улице сижу кушаю в общем выходит какая-то женщина а вы кто говорит а я типа я в лагерь беженцев она ну идемте я вас отведу отвела меня в общем поселили меня ух ты ж ёптать палаточный городок очень красивый что-то пиздят на румынском нихера непонятно мне всегда не понимаю там мне уже дали нормальное жилье значит покормили все дела я купил билеты уже в бухарест с этого города и поехал в бухарест с бухареста я уже взял билеты поехал туда куда мне надо было относительно по допросу полиции спрашивали все кто кто мне сказал как пройти говорили месяц никто не проходила здесь ты появился из изблук какие-то там допрашивали меня в общем естественно что я никому ничего не платил я сам там вышел ну естественно даже если кто-то что-то платил естественно это наверное говорить нельзя это понял порасспрашивали меня полиция значит как там на войне я рассказал правила выживания на войне ну особо так больше ничего не рассказывал в бухареста я поехал в страну которую мне надо и увиделся со своей семьей в украину я наверное уже не вернусь потому что меня там повяжут поскольку государство закрыло границы то это мой большой протест против тех кто закрыл границы смотрим финал так все да а ну вот он к семье пришел в итоге все таки приехал ааааааааааааа ну шо я могу сказать его выбор осуждать его за это не могу что зато семей увиделся повоевал шо чему себе не встретится то как видос называется шо тоже решил по такому же плоду действовать чехехехе как я перешел границу Украины.